Всем привет из МХАС студии! Сегодня решили приготовить простое вкусное блюдо, которое можно приготовить как каждый день готовить, просто допустим на обед или на ужин, так же использовать как и праздничное блюдо. Сейчас покажу этот несложный рецепт. Блюдо называется Стошки. Для начала порежем лук мелким кубиком. Теперь порежем немного укропа. Можно использовать или укроп, или петрушку, или то и другое. Все на ваш вкус. Далее отправляем 500 грамм куриного фарша и 500 грамм говяжьего. В равных долях. Если вы делаете больше, делайте больше. Затем лук и укроп. Теперь раздавим 5 зубчиков чеснока. Теперь разбиваем 3 яйца. Обязательно добавляем соль и перец. Олег, сколько соли? Соль и 1,3 жмени на все блюдо. Ну а так есть у нас здесь килограмм фарша, примерно чайная ложка, чуть больше. Потому что здесь лук и яйца еще есть присутствуют. Вот так, чтобы не пересолить. Затем добавляем черный перец. У нас он дробленый по вкусу. Так будет достаточно. Также понадобится батон белого хлеба. У нас здесь 5 кусков, с которого мы срезали корки и заранее замочили в молоке. Добавляем сюда же. И все тщательно-тщательно перемешиваем. Перемешали фарш и убираем его на полчаса в холодильник. Пока фарш отдыхает в холодильнике, приготовим начинку для наших стожек. Для этого натрем 200 грамм сыра на крупной терке. В сыру добавляем 200 грамм 20% сметаны. И все тщательно перемешиваем. Сырная начинка у нас готова. И далее мы подготовим у нас на гарнир будет картофель по-деревенски, который мы сделаем в духовке. Для этого порежем картошку дольками. Картошка помыта. От кожуры она не чистится. Нарезаем вот на такие дольки всю картошку. Порезанную картошку сверху сбрызгиваем оливковым маслом. Можно подсолнечным, оливковым, неважно. Самое главное масло. Обильно так не жалеем. Добавляем обязательно соль по вкусу. Чёрный перец. Обязательно сухой чеснок. Пару чайных ложек. У нас полтора килограмма картошки, если кто будет готовить потом, чтобы вам понимать. Примерное количество ингредиентов. Копчёная паприка. Тут тоже, в принципе, дело вкуса. Я добавлю две чайные ложки смело. Она придаст как и цвет, так и очень вкусный аромат. Ещё тут есть один хитрый ингредиент. Это крахмал. Его добавляем прям чуть-чуть, чтобы он просто немножко обволакивал картошку. Ну, где-то чайную ложку, наверное, на всё количество. И чайную ложку куркумы. Также, ну, в основном даже можно полторы. В основном даже делается для цвета, для красоты. И всё это одеваем перчатки и тщательно перемешиваем. Картошка у нас также подготовлена, подмаринована. Отставляем её в сторонку. Уже включили духовку. Духовку нагреваем до 180 градусов. Ну, и дальше покажем, что будем делать. В горячую духовку будем ставить, в общем. Постелили пергамент и уложили картошку. Желательно, чтобы между ней было расстояние. То есть, ну, в два слоя точно не наваливать. У нас даже здесь немножко много. Надо было так чутьё пошире, скажем так. Достали фарш уже из холодильника. И формируем сначала вот такие шарики. Наверное, грамм по 60-70. Укладываем на пергамент. Пока что укладываем вот такие шарики. Получилось 9 шариков. Ну, не все одинакового размера. Под конец уже просто тяжело так подрассчитать, скажем так, с фаршем. И теперь делаем вот такие углубления на каждой котлетке. И вот в эти отверстия теперь добавляем нашу сырную начинку. Пока что по ложке. Сейчас будем смотреть, сколько будет оставаться. И потом, если что, добавим. Положили начинку внутрь стожек. Духовка у нас уже разогрелась до 180 градусов. Низ и верх, естественно, работают. Отправляем наши противни. Картошка будет готовиться примерно минут 20-25. В зависимости от размера картошки. Стожки будут готовиться минут 35-40. При 180. Соответственно, картошку просто чуть раньше следим за ней и достанем. Блюдо готово. Как и говорил, картошку мы вытащили пораньше. Она уже немножко остыла. Ну, а здесь уже смотрите, ориентируйтесь, как вам больше нравится корочка сверху. Можно чуть дольше подержать, чуть меньше. Я считаю, что вот так вот это просто оптимально. Все, сейчас будем пробовать. Немножко остынет. Ну, вот так выглядит готовое блюдо. Разрезаем. Смотрим, что внутри. Вот так вот. Шикарненько, сочно. Аромат стоит на всю студию. Всем приятного аппетита! Готовьте это блюдо как каждый день, так и на праздники. Ссылочки все внизу в описании. Всем пока и приятного аппетита!